Добрый вечер всем любителям доты, с вами Мэл Шторм и это квалификация Техлапс Москоу 2014, полуфинал Венеров, Виртус Про против ЭВР. И прежде чем представить вам команды и рассказать о том, как они добрались, пару слов о том, что у нас происходит на квалификации, что это вообще за квалификации. Итак, как вы все знаете, наверняка Техлапс пройдет 5 числа в торгово-развлекательном центре Мега в Химках и призовой фонд 20 тысяч долларов, 10 тысяч долларов первое место плюс квоты на Гранд Финал, 5 тысяч второе, третье место 3 тысячи и четвертое 2. 8 команд были заявлены, такие как Виртус Про, Ахет, ЭВР, Релакс, НекстКЗ, Резеры Трай, Инсейн и Пауэр Рейнджерс. Ну и в Венера у нас пробились полуфиналы Виртус Про, ЭВР, НекстКЗ, Инсейн. НекстКЗ вчера в очень интересном матче, к сожалению, нам подпортило о нем впечатление, огромная почти часовая пауза в первой игре, но игра была потрясающая. Обязательно посмотрите на канале Виртус Про Дота на Ютубе, вводы уже есть. НекстКЗ вышли в финал Венеров. В нижней сетке Ахет сегодня переиграли Релакс, Релакс, покинули турнир и Зеро Трай переиграли Пауэр Рейнджерс. Вот это первая неожиданность, наверное, на турнире, то что главные фавориты, одни из главных фаворитов Пауэр Рейнджерс вылетели из квалификации. Инсейн и Зеро Трай сыграют между собой в лузерах, а Хет ждут проигравшего данной встречи. Ну и о командах, которые играют сейчас между собой. Виртус Про состав, НС, Иллидан, Гот, Жотом, Арзард. Соответственно, саппорт пятой позиции, Кэрри, Соло, Мид, саппорт четвертой позиции и Хардлайн. Ну и команда Эвер, Стресс, Роджер, Лолик, Ямаха и Хакон. Об этой команде хотелось бы сказать, на самом деле, то, что, на мой взгляд, это одна из перспективных команд, потому что они сейчас подписали, бывшая команда Клифф подписали контракт и очень мотивированы показывать хороший результат. Ну и пока что, конечно, ничего прямо выдающегося показать им не удалось, но это вот как раз квалификация шанс. По сути дела, чуть ли не первый такой шанс с момента подписания в новой организации заявить о себе. Это всегда очень большая мотивация. Они уже переиграли команду... Релакс, что для многих стало сюрпризом, но на самом деле, релакс уже его взяла в лузерах Ахедом слили, поэтому ничего удивительного. Но посмотрим, как будет играть сейчас. Забирают Бэтрайдера и Апарейшна. Ферст Пик достался ВП, они выиграли монетку, Радиентов выбрали и Вэйр. И ВП забирают Никс Ассасина и Дисраптора, забанив Ликана и Кентавра. Отвечают баном Марфа, Сирены, боятся... Ну, не хотят играть вот в такую ВПшную доту с Марфом или с Сиреной. А в Эйр, их можно понять, это очень неприятная игра. Также Дум со Сларком забанено, год достаточно неплохо на Сларке катает. Ну и Смайл, один из лучших его героев, Никс Ассасин. Только что была игра с Evil Genius, которую Virtus.pro благополучно проиграли. Но, конечно, наверное, одним из немногих плюсов, что можно было отметить, это то, что Смайл прибавляет все сильнее и сильнее на Харде. Вчера ворвался он к нам на трансляцию, но, к сожалению, технические проблемы не дали нам возможности как следует откомментировать. Ну и Дисраптор, видимо, для Инесса. Визаж и Паг в бане. Смотрим третий и четвертый пики. Напомню, что Best of 3 и NextKZ уже ждут. Ну, на самом деле, NextKZ вчера показали потрясающий камбэк. Потеряли две стороны против Insane в первой игре. Был у них Снайпер, Врейскинд и Кентавр. Все уже, казалось бы, Good Game. И смогли, уже потеряв две стороны на отступлении, каким-то образом забрать Лайфстиллера, который потратил Байбэк. А в Лайфстиллере была вся мощь Insane. Пошли в контратаку, снесли две стороны. И в итоге, в решающей драке на Рошане, Снайпер просто расстрелял Лайфстиллера. Очень-очень классные игры были, обязательно посмотрите. Тем более, в записи вы сможете промотать эту часовую паузу, которая была. Так что, в общем-то, получите отличные впечатления. Ну что ж, давайте возвращаться к пикам. Инвокер от Virtus.pro отдают Инвокера Эвер и сами забирают Crystal Maiden. Такие ледяные суппорты получаются. Operation и Crystal Maiden. Два холодных героя. Огненный Бэтрайдер, в свою очередь. Да, ну, на мой взгляд, у Virtus.pro очень неплохой пик. То есть, они забрали своих очень сильных героев. В принципе, очень сильного Инвокера. Ну и Гот на нем достаточно неплохо играет. Дисраптора, на котором очень неплохо играет НС. И одного из лучших героев Смайла. Сейчас осталось забрать Кэрри и Жотму Саппорта. В принципе, выбор достаточно большой. Тем временем, Клокверк отправляется. Насколько я помню... Я, на самом деле, могу не так много про команду Cliff рассказать. Которая теперь стала командой Эвер Гейминг. Но последний раз, когда я их стримил, очень-очень хорошее впечатление оставил Лолик на Timberso, который на Хардлайне просто там изничтожал. Но, в общем-то... Насколько я помню, Роджера в команде тогда еще не было. И, ну, вообще, стресс, Лолик, Ямаха и Хакон, это достаточно уже за два года моего комментирования Доты. Мне... Не то, что приявшиеся имена. Имена на слуху, скажем так. То есть, они, может быть, многим из вас неизвестны, может быть, кому-то из вас известны. Но сам факт, что они все время крутятся вот около про-сцены и готовы в нее уже ворваться. Это факт. Даззл от Virtus.pro, это для Жотма. Ну что ж, четыре героя определились. Иллидану достанется последний герой. Забанили сразу же Луну. Нету Морфа, нету Сирены, нету Луны, нету Дума. Что же достанется Иллидану? Может быть, Герокоптер? Да, ну и также кэри Эвергейминг нужен, поэтому бан Лайфстиллера. Да, очень классный пик у ВП, очень классный пик у Эвер. Каждый пик имеет свои сильные и слабые стороны. Если говорить про Эвер, это, конечно же, Апарейшн и его ульта. Одна из сильных сторон. Это потрясающий инициатор в виде Клокверка Бэтрайдера. На мой взгляд, против Виртус Про нужно играть агрессивно сейчас. Да, ну и Антимак. Антимак, не знаю, насколько хорошо он вольется в этот пик. На мой взгляд, Антимак не лучшее решение в данной ситуации. Очень-очень агрессивный пик. В принципе, Антимак не так плох. Но все-таки последнее время Антимак заходит в доту крайне редко. И винрейт у него не такой хороший. Хотя, совсем недавно были мы свидетелями победы связки героев Антимак и Тинни. Казалось бы, как такое возможно? Ну, вот так вот. Ну и посмотрим на ответ Виртус Про. Я вижу, что Ликан тоже в бане, очень популярный. Кэри осталось очень-очень мало. И нужно выбирать. Ну, есть, опять же, Герокоптер. Но он, конечно, не такой мобильный. Но 5 на 5 драка будет очень-очень сильная за счет Герокоптера. С другой стороны, Герокоптера здесь есть чем убивать. Ох, это Воид. Да, ну, лейт потенциал очень-очень хороший и Виртус Про. Итак, Ямаха будет играть на Антимаге. Лолик на Хардлайне к Локверкам. Роджер на Апарейшене. Стресс на Кристал Мейден. И Хакон на Бэтрайдере пойдет в мид. Арзарту Виртус Про на Никсе. НС на Дисрапторе. Гот на Инвокере. Жотом на Дазли. И Фейслис Воид от Иллидана. Ну, могу сказать, что Воид это один из тех героев, которому не нужно собирать БКБ зачастую. Поэтому это может сыграть огромный плюс. Да, я буду по возможности позволять себе легкий троллинг, но мне можно. Я знаю, его все любят. Мне кажется, его любят вообще все вот такой вот. Кроме Иллидана. Даже игроки ВП, болельщики ВП. Но, конечно, хотелось бы об этом вспоминать все меньше и меньше. Итак, Хакон все-таки пойдет на Хардлайн. Лолик отправляется в мид. Ну, да. Почему бы и нет? Почему бы не поставить Клокверка? Вообще, по-моему, Лолик играет как раз-таки на миде. И та игра на Хардлайне. На Хардлайновом Тимбере. Я вот, честно говоря, не знаю, насколько... Кому принадлежит по дефалту мид в этой команде. Но я думаю, это не столь важно. Потому что, в принципе, мидер и Хардлайнер могут свапаться, вот, когда мидер играет на Клокверке. Хардлайнер на Бэтрайдере. Тут как угодно можно вообще поставиться. В зависимости от ситуации. Да, Дисраптор очень хороший против Клока и против Бэтрайдера. Играют очень аккуратно ВП, как мы видим. Никуда не выходит. Год в этой замечательной маске. Ананимуса. Я не знаю, ну, как это еще назвать. Ну, маска выглядит. У нее там есть разные расцветки. Да, это вексовая маска. И мы видим, что будут готовить засаду. Стресс и Роджер. Достаточно сильная трепла за счет СМК и Опарэйшена. Во многом за счет Опарэйшена. Ну и здесь Вайда могут прижарить. Посмотрим. Сейчас должен очень классно забайтить Хакон. Сделать вид, что он загулял и умирает. И в этот момент выйти из леса два саппорта. Посмотрим. Это один из важнейших моментов начала игры. Год очень неплохо отблочил крипов. Но Клокверк отблочил гораздо лучше. Он выпустил вперед рейнджа. Так, ну и что? Энесс. Энесс вышел очень далеко вперед. Выходит Кристал Мейден. Увидели. Все, здесь... Хотя Энесса могут не отпустить. Начинает раздамаживать стресса. Энессу накинули уже четыре стака масел. Энесс разворачивается. Да, здесь, конечно, очень больно. Пойдет сейчас еще один стак. Последний выстрел нужно сделать по Энессу. И... Да, это Ферстблат. Очень много урона. Но Хакон сейчас рискует отдаться. С иллюзиями подошел Даззл. Минус Хакон. Запрыгивает дальше Элидан. Ну, скажем так, 50 на 50 реализовали вот этот выпад. Забрали Ферстблат, но потеряли Бэтрайдера. И, в принципе, забрали Энесса. А что вкачал Бэтрайдер? Бэтрайдер вкачал Крест. Жотом. Если ты вкачал Крест, почему ты не кинул его на Энесса? Это большой вопрос. Антимаг на легкой линии. Смотрим. Нападение идет на Бэтрайдера. Бэтрайдер пошел. Но есть стики у Элидана. Там 10 стиков. Прожимай, не хочу. Отпрыгивает. И, кажется, большие проблемы у Роджера, но он выживет. Или нет? Последняя тычка. Остается. 10 кп. Захиливают Флаской. Еще. Очень болезненно нюкает. Оперейшн на развороте. У Жотома проблемы. Не успевает кинуть Крест. Крест. Жотом. Крест. Энесс забирает. Оперейшн, но умирает сам. Санстрайк пошел от года. Попадает в стресс. У стресса остается 8 хитпоинтов. Ой-ой-ой. Нет. Ну, безусловно. Если говорить о том, что было не так сделано у Virtus.pro. Они все-таки проиграли. Со счетом 3-2. Вот это противостояние на топе. Более того, отвлекается Войт от формы. Им это очень выгодно. Антимаг уже 8 крипов. У Вайда все еще 4. Да. Но когда у Никса закончилась мана, с ним не так уже приятно драться антимагу. Он не наносит бонусный урон. Хотя все равно достаточно неплохо себя ощущает. Так вот. Ты вкачал крест. Ты мог засейвить первый раз своего суппорта. Не сделал этого. Второй раз не успел. Ну, конечно... Смотрим, опять будет выпад на Бэтрайдера. Ну, тут очень тяжело его будет убить. Хотя есть глимпс. И баш проходит. И сейчас с глимпсом будет возвращать. Да, возвращает Бэтрайдеру. У Бэтрайдера большие проблемы. Последняя тычка. Он забирает фраг. Бэтрайдеру нужно было действовать чуть осторожнее. 3-3 становится счет. Так. Подфидел немного Бэтрайдер. Ну и что? И возвращаются саппорты на топ. Да, прям не собираются они отпускать. Ну, возможно и правильно. В айду нужно давать фармить как можно меньше. Хотя не так уж сильно он пока что проседает. Плюс ко всему... В каждом плюсе есть свой минус. Из плюсов... Да, не фармит воет. Может быть... Ну, фармит не так классно, как мог бы. Он спокойно уходит. Но из минусов Никс очень сильный. И он может стать проблемой. Никс-то начинает агрессивничать гораздо раньше, чем антимаг. Ох ты. У меня свернулось дота. Все нормально. Развернулось. Второй глимп с Уинессы. Инвокер на миде. 19-6. Клокверк. Да, клокверку тяжело. Но все-таки это инвокер. Инвокер должен выигрывать. Опять попытались. Но очень тяжело здесь. Все-таки это воет. У него есть эскейп. Он вкачал сейчас второй башни. Стал вкачать бэктрек. Ну, может быть и правильно. Инвокер забирает хосту и побежал. Побежал на топ. Третий, второй против почти четвертого, третьего. Да, по экспе явно впереди. Иллидан. Санстрайк пошел. Санстрайк попадает. Великолепная игра от года. Иллидан уходит. Прожимает стики. Инесс на хосте. За ним бесполезно гнаться. Да, здесь, конечно, очень здорово все сделали. Ну и вот начинает потихонечку усыпаться трепла. Я думаю, сейчас саппорты оттуда уйдут. Потому что одно дело мешать фармить воиду. Другое дело... Ой-ой-ой. ИЦМка приплыла. Сейчас ее вернут. Конечно. Возвращают. Но проблемы здесь у Инесса. Инесс может не уйти. Как насчет креста? На крест на этот раз нету маны. ИЦМка жива. Да, но это была излишняя агрессия. Хоста уже закончилась. Тем не менее, у Вайда ситуация не такая уж и плохая. Он в два раза... Ой-ой-ой. Антимаг напал. И может убить Никс Ассасина. Может умереть сейчас антимаг. Последняя тычка. Фласка. Остается 25 хп у антимага. Да, и фласки нету. Все, ему нужно уходить на базу, лечиться. Правда, и Арзарта с хп не очень здорово. Ну, здесь смайл развел. Очень тяжело вокруг вышки, когда бегает герой, его догнать. Там нужно иметь огромное преимущество по муспиду. В противном случае ты практически без шансов. Ну что ж, Арзард почти заформил Аркана. Есть шестой и можно выдвигаться куда-то. Почти шестой также у Лидана. Четвертый с половиной. Третий с половиной. Третий с половиной. Четвертый. И тоже почти шестой. По хп более-менее ровно. Ну и мид УВП чуть получше выглядит. Здесь еще инвокер. Килл забрал. Да, все, уходит. Уходит антимаг. Уходит Никс. Нужно начинать потихоньку проявлять активность к локверку, наверное. Инвокер, потому что в такой раскачке, скорее всего, будет сидеть на линии. У него есть санстрайки. Будет помогать дистанционно. По большей части. Тяжело давить вайда. Он сейчас получит шестой левел. Получит купол. И с куполом очень-очень все будет здорово. Можно туда закидывать санстрайки. И инвокер в инвизе. Ну и Никс тоже решает подфармить. Скорее всего, дофармить свои арканы хочет. Антимаг к нему сейчас вернется. Попробует выжечь ману с блинка, наверное. Несколько ударов сделать. Арзард реагирует. Ну, конечно, стан оставляет желать лучшего. С другой стороны, этот стан не нанес бы особо много дамага. Главное дофармить сейчас арканы. И он дофармливает арканы. Уходит, покупает себе арканы. Это очень-очень хорошо. Для Смайла. Гот, судя по всему, в Мидас будет играть. Ну, хотя можно попробовать зафармить Форстаф против Клокверка. Это весьма актуально. Продолжают суппорты терзать эту треплу. Тяжело. Антимаг как сильно просел по хпшке. Нет у него никакого регена. Да, конечно, Никс тоже агильщик. И неплохо он стоит один на один против АЭМа. Инвокер привозит себе бутылку. Бутылочный инвокер. Не самая частая вещь в доте. Ну и все. И уходят саппорты. Пошел здесь бутрайдер. Пытается что-то сжечь. Ну, сожжет просто пачку грипов. Что, в принципе, тоже неплохо. Кстати говоря, что насчет леса? Лес потихонечку стакается. Это здорово. Потому что бутрайдер сможет нафармить себе даггер. Еще разок стакнуть лес. И он может туда уходить. И выходить уже с даггером до 10 минуты. Судя по всему, по Смайлову душу выехали саппорта. Есть ли у них свет? Есть Центрик один. Но этого может быть недостаточно. Смайл возвращается. Тем временем НС. Напал на него Клокверк. Клокверка возвращают. Форжом блочит. Клокверк дает ульт. И отличный блок форжом. Вот. Коги не попадают. НС раскастовывает свой спелл. Ставит. Да, ну очень неудачно. Смотрим, добьют ли сейчас Клокверка. Санстрайк пошел вверх. Нет, Клокверк умирает. Минус Клокверк. Размен на НС. Комп. Ой-ой-ой. Как неудачно Хроносферу поставил Элидан. Ну совсем неудачно поставил. Я не знаю, почему он ставил именно так. Почему он не поставил наверх. Гарантированно, чтобы зажать Бэтрайдера. В итоге Бэтрайдера отпустили. Но размен минусовый. Конечно же, соло мид Клокверка. Разменять на суппорта. Это очень-очень плохо. Тем временем фармил там сверху дазл. Получал экспу. И наверняка поднялся. Что у Смайла? Смайл уходил в Виндетту. Смайл заходит. Дает стан. Кристалл Мэддем. Моноберни. Минус Кристаллочка. Отличная игра от Смайла. В прошлый раз на Никсе, когда я комментировал игру. Это, по-моему, было на Д2ЦЛ. ДТ2 Чемпионс Лиги. У Смайла была систематическая ошибка. Он все время пытался укусить, прежде чем дать стан. Сейчас он очень четко дал стан. Без каких-либо попыток. Ну, вообще, все пока что у Виртусов получше. Потому что у них воин от антимага сильно не отстает. Конечно, в драке воин, ну, не то чтобы посильнее антимага. Он гораздо сильнее. Все-таки антимаг больше своей мобильностью берет. Ой-ой-ой, Санстрайк и антимаг! Уходит буквально на 30 хп. Как хорошо сейчас разыграли Гот и Смайл. Если бы убили, это был бы один из красивейших киллов. Да, Гот зафармил Мидас. Он никуда не собирается уходить с Миды. Ну и подкушивают верхнюю линию ВП. У Энесса все еще нет шестого. У Дазла появляется. Нет, еще не появился шестой. Что у Апарейшна с шестым? У Апарейшна тоже шестого нет. Это плохо. Нужно докачаться до шестого обязательно. Энесс разбивает руну. Здорово играет Капитан. Команда Virtus.pro тем временем забирают Смайла. Войд покупает моб. Смайл был восьмого левела. Это очень хорошо, потому что посмотрите на Апарейшн. Он сразу стал пятой с половиной и потянулся очень-очень сильно. Да, войд с Момом, это конечно здорово. Это как в паблике. Ну, Мом, он покупается не обязательно для драки. Он покупается для того, чтобы быть очень жестким демэдж-дилером. И для того, чтобы быстро фармить лиса. Достаточно пассивно действуют команды с таким-то пиком. Ну, жду я, когда Батрайды уже попробуют реализовать свой блинг. А, судя по всему, это и была реализация блинга. Смотрим на антимага. Попытка будет его убить. Блочит. Ой-ой-ой, как здорово в этот раз разыграли. Все очень здорово сделал Смайл. Подождал до самого-самого конца, чтобы... Войд ставит в хроносферу. Большие проблемы у Клокверка. Клокверк. Ульта-опарейшн сейчас залетит. И войду очень больно. Кидается крест на Войда. Умрет или нет? Нет, не умрет. 80 кп должно остаться, чтобы воид умер. Скорее всего, выживает. Нужно сейчас его обязательно подхилить. Да, этим и занимаются. Воид отменил ТП. Либо Клокверк ему сбил. Я, честно говоря... Скорее всего, да. Клокверк сбил ТП. Войду. Но, в общем-то, привело это к смерти и антимага, которого забрали без Войда. И Клокверка. В итоге 86 виртус-пропа вели. Да, если сейчас Клокверк не будет реализован и Бэтрайдер не будет реализован, все будет очень плохо. Потому что Бэтрайдер сделал только один ганг на Никс Ассасина. Не самый важный герой для Виртус-про. Хотя важный, безусловно, но Никс свою работу выполняет. Клокверк ничего не сделал. Он просто два раза умер. И у Инвокера уже почти форстаф. Да, очень сильным получается год. Очень сильным получается Иллидан. Антимаг до Баттлфури еще доберется весьма и весьма нескоро. Смотрим. Хоста. Ну что, Клокверк будет врываться? Нет, не будет. Это очень-очень рискованно. Инвокер с бутылкой. Давненько такого не было видно. Ну, ничего особенного. Но обычно экзортовый инвокер не покупает бутылку, потому что ему некогда контролить руны. Ну, здесь Готвуд решил прикупить себе бутыль. Иллидану, конечно, нужно БКБ, потому что с руки пробивать его не так просто в БКБ. А магия не проходит. А без БКБ под бомбом он рассыпается от всего чего угодно. Да, есть у инвокера форстаф. И это очень плохо для команды Эвер, потому что теперь инвокера убить будет гораздо сложнее. Ну, потребуется несколько героев. Уже один Клокверк не сможет ничего сделать. Войт. Запрыгивает, ставит хроносферу. Хватает Арзарта. Санстрайк, пошел, заходит. Минус антимаг. Да, антимаг добивает последним ударом. Летит ульта Парейшна. Арзарта и добивает его. Какой урон по смайлу. Не успел он прожать Карапасе. Хотя мог бы успеть, и тогда отрезистил основную часть урона. Возможно, выжил бы. ИНС пытается дофармить шестой левел. Тоже очень-очень важный левел. Получить ульту, которая будет полезна в тимфайтах. Но, в общем-то, для ВП опять размен хороший. Пол снэп. Ой-ой-ой, проблемы. Проблема у Апарейшна, он умрет. Нет, ничего не сделать. Последняя тычка. Да, Гот наносит ее и добивает. Еще и вив пошел. Гот на хосте идет дальше. Он сейчас может убить Сэмку. Нет, здесь Клокверк. Все, понимают. Прекрасно. Посмотрите, что делает Гот. Что он там пытается? Ну, у него есть Форстаф, ему не страшно. Антимаг умер второй раз. У антимага дела очень-очень плохи. В драке он все так же слабее Вайда. Но и никакой пуш-потенциал, быстрый фарм не может быть реализован. Нет у него БФа. А вот у Иллидана все неплохо. У него уже 2000. Все, ИНС получил шестой. Это еще один массовый Сайленс. Пошла ракета, пошла ульта Апарэйшена. Но ИНС. ИНС знал. Прочувствовал этот момент. Очень здорово. Там, конечно, антимаг бы просто залетал. Да даже мог бы и не залетать. А вот теперь у антимага проблема. Укус. Отличный стан. Кинетик филд. Санстрайк. И забирают. Виртуз про. Как здорово действует. Ну, действительно, все силы, видимо, скопили на этот матч. На тех лапс. Потому что, действительно, очень неплохая игра. Смотрим. Будет попытка забрать Года. Форстав. Клокверка. Форставит Год. Здесь же Бэтрайдер. Но есть Дазл, у которого есть крест. Попытается засейвить Года. Вешает крест очень-очень рано. Пошла ульта Апарэйшена. Год умрет. Да, Год умирает. Еще умирает Джотом. Отличная игра от Лолика. Но Войт может поставить купол. Ставит купол на троих. ЦМку не цепляет. И получает колбу. Это ошибка от Иллидана. И сейчас может умереть. Банка минус Войт. Очень медлительно играет Иллидан. Он мог сейчас поставить купол на всех героев. Вот в этой части. Но он не поставил его сразу. Из-за этого не попала в итоге ЦМка. Дала колбу. Иллидан не смог атаковать. Отхиливаться. Наносить урон. И умер. И это уже не очень хорошая ситуация для ВП. Они убили одного лишь Клокверка. Потеряли трех героев. Так, а что Иллидан? Иллидан купил криты. Ну это просто папчик стайл. Максимальный урон. Никакой выживаемости. У Смайла скоро будет Даггер. Вот это может стать настоящей проблемой. Потому что Смайл пока действует очень-очень неплохо. Ну вот, собственно говоря, и Даггер. Бэтрайдер уже закупил себе Форстав. Хакон. Семь ассистов. Да, Бэтрайдер начинает потихонечку выполнять свои функции. И Клокверк, судя по всему, пошел в Блэдмейл. В Смаках. Кого-то ищут. Ну, кстати, очень неплохо. Можно сейчас подловить Вайда. Да, Вайду нужно уходить. Он понимает, все правильно делает Иллидан. Понимал, что Семка может быть там не одна. Видел Бэтрайдера. Семку возвращают, а вот у Семки проблемы. Санстрайк. Да, урон колоссальный. Минус Кристал Мэйден. Вив. Загулял. Загулял. Ну, безусловно, Семке нужно было осторожнее относиться к этим гангам. Бэтрайдер-то должен был лететь. Пытаться наказать Вайда. Ну, вот так вот Виртуз Про в защите действует достаточно неплохо. И у Годы ситуация все лучше и лучше. 1800. Что будет собирать? Хекс? Пошла ульта. Нет, это ракета Клокверка. Очень много передвигаются в Смоках игроки ВР и при этом очень мало убивают. Это плохо. Под Сентриком пробежал Никс. Его, кажется, видели. Смотрим. Есть ли еще один Сентри? Да, ставится Сентри! Очень вовремя! И Арзард не успевает ничего прожать. Пытается отстаниться. Дает стан, но умирает от ульты Апарэйшна. Великолепная игра от Роджера. Спалил первый раз на Сентрике. И после этого очень-очень здорово переиграл Бэтрайдер. Забирает Инвокера. Ставит купол, воет. Летает ракета. Ну, кажется, дамага не хватит! Два крита вылетает и минус! Какой урон от Вайда! Да, два крита вылетело. Может быть, еще и с башами и антимага просто разорвало. В итоге забрали Инвокера сверху. Забрали Никса, который тоже загулял, но потеряли в очередной раз антимага. Конечно, все неплохо сейчас у Эвер, но у них нету, наверное, ключевого игрока, у них нету кэри, который раз за разом умирает и очень-очень ему тяжело. У него очень маленький нетворд должен быть. Да, 5700, у Инвокера 8000, у Вайда 7500, 7600. Пошла ульта Апарэйшена. Стан подвоим, чуть не зацепил троих великолепный НС, раскастовывает Сайланс, Санстрайк, минус Тресс, минус Апарэйшен. У Лолика проблемы, Моноберн нету маны вообще, он судорожно прожимает просветку, пытается что-то сделать в окружении всех Лолик. Кругом враги. Ничего не сделать. Моноберн еще один, замедление, сверху воец пушил вышку и это минус 3. Лолик под минус армором, добивает его Дисраптор. Великолепная игра НСа, очень хорошая ульта была поставлена сейчас на голову. Ну и Смайл, если бы запрыгнул еще на троих станчик, было бы еще красивее, но, конечно, особо это на драку не повлияло Воид, которого нет у Купола, но боится его уже Антимаг, как можно понять. Конечно, Антимаг значительно слабее с Воидом в Питве 1 на 1, все потому что Купол. Купол решает абсолютно все вопросы. Смотрим. Сверху Антимаг ворвался, зачем? Кем? Получает баш и умирает. Еще и Воид заденаил вышку. Фейл. Фейл от Антимага. Да, Воид забирает Антимага, заденаивает вышку, получает еще больше золота. У Антимага 5 смертей. И у Антимага будет тайминговая батлфури на 22 минуте. Оперейшн пытается выйти в аганим. Ну, это, конечно, шанс. Нет, ну, шанс всегда есть. Ну, вот и инвокер отрывала. Год в своем стиле. Ну, вообще, в стиле инвокера с фаржами. Может быть, еще не крачей прикупит, будет как-то сплитпушить. Очень странный ультимейт. Ну, а Смайл пошел в форстаф, судя по всему. Сейчас опять наступит на Сентри, на который его только что убивали. Ну, как же так? Успевает блинкануться. Да. Кажется, вспомнил в последний момент, что там стоит Сентряк. Возможно, он пробегал здесь, не ожидая вообще никого увидеть. И хотел забежать дальше. Но как только увидел соперников, понял, что стоит Варт. И тут же блинканулся. Войт Дейдаус. Да, с Дейдаусом шутки плохи. 180 урона. Гем у Бэтрайдера появляется. Год занимает вообще позицию в другой части карты. Будет раскидывать Санстрайки, подпушивать линию. Может еще сделать ТП. Да, делает ТП. Пошла ракета на Рошана. Будут ли какие-то смока от ВП? Выходит Апарейшн. Смайл уходит в Вендетту. Ну, у Бэтрайдера Гем. Тут даже уже не важно, есть ли варды. Ставится вард. Бэтрайдер с Гемом. НС хочет вернуть кого-то. Видит Бэтрайдера. У Бэтрайдера есть Гем. Попытка зацепить. Ульта пошла не туда. Смайл. Бэтрайдера возвращают. Отличный Крапаса прожимает Никс. Сайленс никуда кастует НС. Два героя Виртус Про. Очень-очень удачный кукшот. Года проблемы. Отличный крест на этот раз вешает Даззл. Войд. Зажал. Кого? Никого не бьет. Что сделал Войд? Непонятно. Войд сейчас просто развалится. Купол был потрачен впустую. Очень битые игроки Виртус Про. Антимаг идет дальше. Нет у него уже ульта. Даззл отличную позицию выбирает. Но кажется спасут жизнь Году за счет этого. Но НС умирает. Да, вот это была драка от ВП. Ну, знаете, с такими драками возможно в этой игре будет все. И НС уходит на последних ХП. Просто невероятно. По-моему, сейчас рекордное количество Хакон. Хакон красавчик. Увернулся от Санстрайка. Но Санстрайк его вряд ли убивал. Давайте посмотрим. 475. Да, убивал. Санстрайк бы его убивал. Отличная игра. Там у Хакона стрик, мега килл. Нельзя ни в коем случае дарить инвокеру. В кого НС поставил ультимейт, я не понял. В кого поставил Иллидан Купол, я тоже не понял. Смайл, судя по всему, очень неудачно раскинулись ПЛ и ВП. И проиграли в драке. Чудом каким-то смогли и НС угот уйти. Но потеряли при этом трех игроков. Вообще должны были умирать в пятером. По-хорошему. Смайл. Он знает, что там гем. Но его это не останавливает. Реген использует лолик. У антимага появляется БФ. Нет, ну в драке, конечно, все равно значительно слабее вайда. Да и по фарму уже догнать будет... Да нет, можно, можно догнать. Но это будет непросто. Иллидан включает МОМ, начинает бить Рошана соло. Вот, сюда же идет. Смотрим за аппарейшн, будет ли он кидать ульту. Да, судя по всему, это минус Рошан. Ракеты заходят очень поздно. Летит ульта аппарейшн, ну а Егис забирает лоя. Не безошибочно действует Virtus.pro, но ЭВР смотрится гораздо хуже, несмотря на это. Ну и если еще парочка драк таких будет, как вот здесь вот сделали Virtus.pro, феерических, то тогда появится определенный шанс. Продает стик или да. Ну и будут меняться вышку на вышку. Хотя нет, посмотрите, Никс летит сюда уже. Его видят, но он очень-очень аккуратен, уходит на блинке. Ну что, будут дефить? Нет. Никс просто так стелепортировался. Может быть задержать каким-то образом. Ну и что, и пойдут меняться дальше? Да, судя по всему, идут меняться дальше. У Virtus.pro огромное количество урона за счет Момо Дейдалуса. Я думаю, вышку они снесут гораздо быстрее. Можно было на Вайда повесить Аллахлити. Да, пытаются, пытаются что-то придумать. Ульта аппарейшна сейчас залетит очень-очень круто. Даззл успел захилить всех абсолютно. Кидает ульту. Минус вышка. Ну вышка по-любому упадет. Но попытаются подраться. Смайл. Телепорт от Вайда. Воет. Ставит купол и не попадает. Ну что за... Боже мой, это просто... Это лол. Или да. Отличный ману Воет по троим героям. Разрывает дисраптора. Минус. Никс. Никс выкупается. Клокверк затарахтит сейчас Даззла. Да. Да, Даззл умирает. Воет. Воет байбекнулся. Воет. Да, нету байбека. Воет. Какой удар. Он отвешивает антимагу Клокверку. Собирает двоих. Неужели убьет еще одного? Или Дан делает трипл килл. И это минус. Да, это... Чизбайк, как говорит мой очень-очень хороший знакомый. Но имеет он, конечно же, в виду Тим Вайп. Тим Вайп, команда ИВР. Они теряют гем, они теряют бутрайдера со стриком. Или Дан. За счет своего мужественного байбека. А нет, он даже не байбекался. Конечно, у него же был Аегис. Я совсем забыл про это. У него был Аегис и он сделал трипл килл. Великолепный трипл килл. Ну, конечно, когда у антимага стоит с половиной хп, ему влетает крит на все хп. И это очень-очень круто. Для Вайда. Но хроносфера. Эти хроносферы просто золотые купола. Мне кажется, Иллидану... Мемы про Иллидана с БКБ пора оставить в прошлом. Иллидан и купол. Вот это настоящая... Настоящая дота. Китайская. У Апарэйшена. Да, Апарэйшен умрет. Все, уже он приплыл. Просто метеорит падает на голову. Очень больно. Почти Аганим был. Почти Аганим. Смока разбивают. Что у Вайда? У Вайда скоро появится БКБ. Но БКБ здесь нужно. НС. НС-оцепляют. Ну, Дазл рядышком. Очень-очень ранний крест. Сейчас крест закончится, и НС умрет. Ровно в этот момент. Нет, Стики спасается, и НС его захиливают урной. Да, Жотом невыдающуюся игру показывает на Дазле, безусловно. Ну, как бы от креста нет никакого толку, когда ты кидаешь на фулового героя крест, и в момент, когда у героя кончается КП, крест заканчивается. Чуть-чуть позже. Либо чуть-чуть раньше, либо чуть-чуть позже. Ну, пока что не даются кресты, но я думаю, что Жотом будет пытаться. Все-таки бывает такое, не пошло, ничего не поделать. Смайл, что-то купил. Смайл Форстав. Да, Форстав здесь нужен, конечно, мобильность дополнительная. А у Элидана практически готова БКБ. Как и у Бэтрайдера, который уже заформил себе БКБ. Инвокер Хекс продолжает реализовывать Медас. Давайте графики покажем. Да, по графикам Virtus.pro ведут, но ведут не так много. 4 тысячи всего лишь они впереди, и на 6 тысяч по XP. Напомню, что победитель этого матча выходит в финал Венеров, и будет уже за слот биться с NextKZ. Там есть еще определенный фактор, но я о нем пока умолчу. Ну, скажем так, победитель этого матча с очень большой вероятностью получит квоту. С очень большой вероятностью. НС. Нет, это не по его душу. Это по душу Жотма. Еще ракету туда. Хорош. Все, напихали Жотму, он уходит на базу. Не понимая, за что такая агрессия в его сторону. Эллидан. Ну, мне кажется, игра закончится в тот момент, когда Эллидан поставит хроносферу. Хорошую хроносферу, в которой он запрет не одного героя-саппорта, типа Operation, который уже откинул все ульты, а хотя бы двух саппортов. Или, может быть, трех героев, или четырех. Это будет действительно очень-очень круто. Арзарт очень агрессивен. Это его стихия, агрессия. Ему нравится. Почти 16-й левел, кстати. И на 16-м левеле он может бегать в Вендетте. Круглосуточно и круглогодично. Гем покупает еще один, это еще 900 монет. Арзарт. Ох, какая смачная Вендетта. По крепцу разрядил. Эллидан запрыгивает, включает БКБ. Ну, кажется... Укшот. Да, это минус антимаг. Зачем-то оббежал. Я не совсем понял, зачем оббежал Эллидан. Антимага. Но в итоге забирают АМ. Очень много урона. Здесь, конечно, все сделал здорово. Ну, в этом и силы, да. Антимаг не может вот так вот прыгнуть на Вайда, что-то сделать, чтобы Войд умер. Ну, вообще никак. А Войд может. Ну, и будут пушить, судя по всему. Хотя в этом антимаге силы, опять же, не так много. Ну, и у него есть манта, да. Он может какого-то саппорта очень больно порезать. 700 криты у Вайда. Это очень-очень неплохо. Мом. Начинают атаковать. Смайл в очень агрессивной позиции. У кого гем? Гема Битрайдера. Смайла могут опять сейчас увидеть. Пошла ульта Апарэйшена. Влетает Году. Но не влетает Эллидану. Ждут антимага. Без антимага драться не хотят. Откатывает хроносфера. 20 секунд осталось. Выйдет антимаг и... Практически сразу будет хроносфера. Ну, и Virtus.pro спокойно забирают вышку. Год телепортируется на топ. Отпушить линию. Нижняя линия и так отпушена. И, я думаю, можно смело забирать Рошана. Ох ты. Никс. Видит Никса. Но здесь же и Воид. На двоих нападать очень опасно. Никса цепляют. Воид. Есть хроносфера. Сейчас запрыгнет. Какая хроносфера. Крест. И Воид начинает изничтожать. Кого он бьет? Он бьет Хакона. Минус Хакон. Минус Арзарт. Под Момом. Воид наносит огромный урон. Под включенным БКБ. И выйдет ульту. Отличный форстаф от Жотма. И кажется, это Бэтрайдер на Никса. Но это еще один гем. Должен был быть. Клокверк ставит Коги. Его сейчас могут вернуть. Вив. Воид запрыгивает. Дальше. И бэктрек срабатывает. Тут СМ-ки был гем. Хекс. Сайленс на антимага. Возвращают его. Прямо под Сайленс он тратит блин. Метеорит летит куда-то в никуда. Минус антимаг. Гем валяется. Сейчас антимаг мог убить Вайда. У Вайда не было маны. И он был под Момом. Ему бы нанесло достаточно много урона. Но он попал в бэктрек. Это еще одно преимущество у Вайда над антимагом. Бэктрек штука тонкая. Минус вышка. Минус еще три героя. Минус второй гем. Это очень-очень плохо. Это 1800 монет только в гемах уже потеряли. ЭВР. Есть опарейш на Аганим. Но этого явно недостаточно. Виртус Про уверенно ведут к победе. И рефрешер уже появляется у Год. Да, Год. Просто не остановить его. Как в начале у него пошла достаточно неплохая игра. Раскидывал санстрайки. Формил на линии. Вынес Мидас. Никуда не уходил. Практически не умирал. Всего лишь два раза за игру. И конечно очень много нафармил. Еще и с Трэвелами. Которые он реализовал очень-очень круто. Смайлс начинает собирать догон. Что является очень неплохим решением. Там есть кого пробивать. Этим догоном. Появляется Рошан. В него влетает ракетка. Не решают СВП заходить. А, хотят убить опарейшена сначала. Ну это очень грамотная игра. Можно кидать санстрайк и убивать на самом деле. Роджер. Роджер! Минус. Отличный купол. Да, Элидан. Хорош. Ну, не отнять. Мастерство не пропьешь. Что тут говорить? Кто бы знает, как бы сложилась эта игра, если бы не купола Элидана. Ведь на самом деле Элидан ставит не такие уж и плохие купола. Потому что он закрывает в основном... Ой, клокверка проблемы. Санстрайк. Очень здорово чувствует себя Готэм. Он просто подносит на киллы. О, на блюдечки вот эти киллы. Так вот, можно закрывать одного... Ну, чуть больше, чем одного героя в среднем. Или нет, чуть больше, чем ноль героев в среднем за хроносферу. Как закрывает Элидан. А можно закрывать нескольких своих героев. Элидан своих героев практически не закрывает. И при этом закрывает иногда героев соперника. То есть, в целом, хроносфера, получается, приносит больше пользы. А ведь можно было поставить на четверых героев хроносферу, убежать из драки и просто... Тимвайпнуться. Ну, Элидан. Элидан неплох. Большие проблемы у антимага. Да, Элидан добивает его. Очень здорово. Очень здорово в этой игре действует Смайл. Очень-очень хорошая от него нужная инициация. Как он вчера сказал... Меня могут называть нубасом в комментах, но я с каждым днем становлюсь все лучше и лучше. Прям такая, знаете, голливудская роль... О, голливудская речь на стриме была. В хорошем фильме. Ну что, не сдаются ЭВР. Надо сказать, играют они не так уж и плохо. Да нет, на самом деле плохо они играют. Потому что Виртус Про дали им достаточно шансов для того, чтобы побороться здесь. Но... Очень неудачно в начале действовал Клокверк Бетрайдер вроде бы действовал неплохо, но одного Бетрайдера не хватило. И на трипле на самом деле очень много было возни, которая только бустанула по экспе, разве что Вайда немножечко. И по фарму он нисколько не потерял. Ну, чуть-чуть потерял относительно АЭМа. При этом отдали возможность Никсу быть очень-очень сильным. А могли расформить своего антимага в первые 10 минут. Потом начать мешать Вайду, пытаться. Бетрайдер мог фармить лес. Ну, в общем... Никс уходит в Виндетту. Это все прекрасно видели. Иллюзия антимага бежит за Вайдом. Он ее очень сильно боится. Пайп был уже потрачен. Санстрайк, купол, ставится в антимага. И, да, ДКБ минус антимаг. Хекс на лолика. Лидан нарезает. Вот это, конечно, был отличный купол. Иллюзия делает трипл килл. Бежит дальше за Бетрайдером. Нет, разворачивается, понимая, что нужно остановиться. Отличная игра от Иллюзия. Запрыгнул на антимага. Поставил в него купол. Убил. Прожал БКБ. Ну, и фактически поставил точку в этой игре. Тут уже не отбиться. Два героя против пяти. С Аегисом с перефармом. Падает мид. ГГВП. 1-0. Падает Эншент. Достаточно уверенная победа Virtus.pro. Немножечко не хватило агрессии... ЭВР для того, чтобы одержать здесь победу. Ну и ждем второй игры. Я думаю, что все в этой серии возможно. И далеко не так плохи были ЭВР. И далеко не... Бесшансовая победа для ВП. А очень-очень-очень... Упорная была до определенного момента игра. Тем не менее, 1-0. Уходим на небольшой перерыв. И встретимся в следующем сете. Продолжение следует...